Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено. 11 марта 2019 года. bmpd.livejournal.com Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено, как сообщил WebResource. mill.pressflotprom Российские предприятия, участвующие в создании воздухонезависимой энергетической установки, в НЕУ, для перспективных дизель-электрических подводных лодок, приостановили работы из-за недофинансирования. Об этом сообщили источники в ЦКБ МТ Рубины Центральном НИИ Судовой Электротехники и Технологии, ЦНИИСЭД. По словам собеседников издания на обоих предприятиях, создание элементов в НЕУ сейчас фактически не ведется. Такая ситуация сохраняется уже около полутора лет из-за отсутствия средств. Модель неотомной подводной лодки проекта 677-Э, шифра МОР-1650, разработки АОЦКБ МТ Рубинс с воздухонезависимой энергетической установкой, С. Никита Григорьев. Представители предприятий добавили, что начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677-Э, шифр ЛАДА, начнется в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. Именно ЛАДУ ВМФ рассматривает в качестве базового проекта для создания ДЭПЛС в НЕУ, заявил Милдот Пресс Флот Пром. В июне 2017 года вице-адмирал Виктор Бурсук, занимавший тогда должность замглавкома флота по вооружению. В январе 2018 года источники в отрасли сообщили изданию, что разработчики в НЕУ, среди которых и ЦКБ Амалахит, ожидают выделения средств на продолжение работ. Больше года спустя ситуация не изменилась. Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половенкин рассказал, Милдот Пресс Флот Пром, что разработка в НЕУ заинтересовала Индию, которая может обеспечить необходимое финансирование. Это поможет и внутри российской разработки. При этом, добавил ученый, современный тренд поведения иноузаказчиков запрос на работающие изделия, уже проверенные в эксплуатации как, например, российская техника, применявшаяся в Сирии. Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батареи до 2-3 недель. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.